Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла На дворный советник Семён Петрович Потыкин сел за стол Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Накрыл грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, Стал ожидать того момента, когда будут подавать Блины! Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы Расстилалась целая картина Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки Тут было три сорта водок Киевская наливка, шатуларос, рейн-вейн И даже пузовный сосуд с произведением отцов-баледиктинцев Вокруг напитков в художественном беспорядке Тиснились сети, кильки, сметана Зернистая икра, три рубля сорок копеек за фунт Свежая семга и прочее Потыкин глядел на все это и жадно глотал слюнки Глаза его подернулись маслом Лицо его покривило сладостарости Ну, можно ли? Так долго! Поморщился он, обращаясь к жене Скорее! Катя! Ну вот, наконец показалась куханка с блинами Семен Петрович через кое-ожечь пальцы Схватил два вверх в них самые горячих блина И с аппетитом шлепнул их себе на тарелку Блины были поджаристые, пористые, пухлые Как плечо купеческой дочки Потыкин приятно ловнулся и кнул от восторга И облил их горячим маслом Засим, как бы расшигая свой аппетит И наслаждаясь предвкушением Он медленно, с расстановками Обмазал их икрой Места, на которые не попала икра Он облил сметаной Оставалось теперь только есть Но нет! Потыкин взглянул на дела рук своих И не удовлетворился Немного подумав Он положил на блины Самый жирный кусок сенги Кильку и сардинку И потом уже, млея и задыхаюсь Свернул оба блина в трубку С чувства выпил рюмку водки Раскрыл рот Крякнул Но тут Его схватил Апоплексический удар